МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на пятом канале. В студии Рушан Бараев. Здравствуйте. Сегодня четверг, 19 октября. Коротко о главном. Он слишком мелкий, не горит и сильно дымит. Жители угольной столицы жалуются на плохой уголь. Прогулки вслепую с приближением холодного сезона в городе обострилась проблема отсутствия уличного освещения. Ко дню создания служб гражданской защиты в Караганде почтили память погибших спасателей. Образцовая семья. 11 семей из разных районов области приняли участие в конкурсе Ульгале-Отбасе. Уснул за рулем. Сегодня ночью три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на автодороге Караганда-Балхаш. 19 октября около двух ночи в Шетском районе, в 10 километрах от села Акжал, по предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Шевроле Кобальт», двигаясь со стороны Караганды в сторону Балхаша, уснул за рулем. Выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем под управлением 47-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки и двое пассажиров, находившихся в салоне данного транспортного средства, от полученных травм скончались на месте. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены соответствующие экспертизы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Настоятельно рекомендуем во время следования по дороге в ночное время при первых признаках усталости сделать остановку и отдохнуть. Жители угольной столицы жалуются на плохой уголь. По словам каргандинцев, он слишком мелкий, не горит, сильно дымит. В том ли причина сильной загазованности города зимой и кто контролирует качество продаваемого населению угля, выясняла Людмила Батюшкина. Вот это уже порода. Не блестит. Во-первых, он уже не горит. Вон тоже порода. Владимир Вершинин отдал 65 тысяч тенге за 4 тонны угля, но даже не стал перекидывать его в сарай. Тепла от такого угля не будет, уверяет мужчина. Во-первых, в нем слишком много породы, а сам уголь настолько мелкий, что весь из топки просыпается в поддувало. Рискую каждый день или угореть, или пожар. Вот, уже заготовлено. Я буду в этом году жечь резину. Пожалуйста, МЧС, это все. Я пожарник, я говорю на телевидении, что я вынужден, чтобы не замерзнуть, буду жечь резину. А кто будет задыхаться? Будут задыхаться в высотках. Хотя у нас есть шахты. Казахстанская, Костенко, Кузенбан. Там же хорошие. Почему оттуда не продают население? Его куда-то вывозят. По словам Владимира, он ездил на тупик, хотел привезти угля в прицепе, но его туда не пустили. Перекупщики считают, он не хотят, чтобы жители увидели, как они подмешивают к хорошему углю некачественный. Поэтому от этого угля так много дыма, что город зимой задыхается, согласен общественник. Грубо говоря, ведро угля сдали. На сертификацию сертификат получили. А вагон угля потом привозят, его на складе келешуют, как говорится, смешивают с некачественным углем, с чем попало, с пылью, с грязью. И потом продают. Основную часть, насколько мне известно, все на экспорт уходит. У нас остается здесь некачественный уголь. Жителям уголь продают только с открытых карьеров, разрезов. Каждый производитель уверяет, что от него уголь уходит качественным. Уголь имеет товарный вид, и он крупный. Уголь в наличии, очереди нет. Возможно, переваливают много. То есть, допустим, с предприятия забрали, потом на базе где-то перевалили, потом в машину. Пока пришло до конечного покупателя, уголь стал мелким. Касательно того, что здесь, в городе, реализуется, может быть, некачественный уголь, то нужно запрашивать документы у реализаторов о происхождении товара. Шубаркольский уголь продают два предприятия. Одно из них, Шубарколь Премиум, добывает топливо в той части месторождения, где пока разрабатываются тонкие пласты. Поэтому уголь мелкий. Они все трещиноватые. То есть, при добыче он крошится. Плюс еще мы добываем его маленькими экскаваторами. Именно для нашего угля оговорено количество мелочи, практически 0,6 мм, должно быть не более 45%. То есть, допускается 45% мелочи. Мы эти, скажем так, условия соблюдаем. Наш уголь на коммунальный бытовой сектор, ну, он нежелательный, понимаете. Но люди его хотят брать, но билют. Мы не можем отказать. Мы его продаем, причем еще ниже себестоимости. У нас себестоимость порядка 12,5 тысяч. Мы его по 9 тысяч отдаем на коммунальный бытовой. Что с себе выпуток. И нас еще и бьют для этого. Весь день мы сегодня пытались узнать, кто же проверяет качество продаваемого населению угля. Оказалось, никто. Нечестных на руку перекопщиков выловить сложно. Нужно поймать за руку, выезжать на место, делать контрольные закупки, отдавать угольную экспертизу. К тому же мелких предпринимателей защищают мораторий, и они этим пользуются, считает же Мобайскаков. По словам угледобытчиков, обвинения, что хорошее топливо уходит на экспорт, безосновательны. Просто потому, что сейчас проблемы с вагонами и логистикой. Уголь долго лежит на складах, постепенно разглагается и крошится уже по природным причинам. Пока на улице тепло, население тоже разбирает его неактивно. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал. Не стреляйте в белых лебедей, хотелось бы сказать, но уже поздно. Неравнодушные сообщили в полицию, что стали свидетелями, как некий мужчина на внедорожнике, следовавший из Шетского района в сторону Караганды, возможно, осуществил отстрел птицы, занесенную в Красную книгу. Сразу же были предприняты меры по установлению данного лица. Природоохранная полиция нашла движущийся автомобиль и вела его до самого города. Здесь, на перекрестке проспекта Абдирова и улицы Гоголя, подозрительный внедорожник, за рулем которого находился 31-летний мужчина, остановил наряд полка патрульной полиции УП города Караганды. Опасения подтвердились. Убитой птицей был лебедь. Устанавливается сумма нанесенного ущерба, ведется досудебное расследование по статье «Незаконная охота». Прогулки вслепую с приближением холодного сезона и ранним наступлением сумерек для жителей города обострилась проблема отсутствия уличного освещения. Что происходит со светом и кто ответит за его отсутствие в сюжете Ирина Вобещевич. Переходим на Сатыбалдина 4. Как будто попадаем в ад. Ни один фонарь уже который день не горит. То есть фонарь есть, ни один фонарь не горит. Наверное, кто-то забыл включить рубильник. Обращались в Акимат по телефону, сказали устранят. Но обратили внимание на то, что на фонарных столбах вообще отсутствует фонарь. В общем, света тут не будет. Вот так темно. Время 7 часов вечера. Чуть ли не каждый день в редакцию обращаются возмущенные жалобами на темноту. Людям приходится на ощупь возвращаться с работы и учебных заведений в вечерние часы. На сегодняшний день у нас определилась подрядная организация. Буквально пару месяцев назад на трехлетний договор у нас с ними. Также у нас есть подрядчики по закупу материалов, а именно светильников, опор, гусаков. В районном Акимате успокаивают. Скоро все исправят. Четыре бригады работают в круглосуточном режиме уже второй месяц. А до этого действительно вопросом не занимались, пока шел ежегодный конкурс. Отрадно, что в этом году подрядчикам дадут работать сразу три года подряд. Ночная смена есть у подрядной организации. Они непосредственно объезжают дворовые территории, также по району ездят. И центральные улицы на наличие отсутствия выявляют. И это хорошо, если в ваш двор заедут. А если нет, то нужно звонить в диспетчерскую, либо в Сен-М-109, чтобы в очередь поставили. Из частых нарушений говорят выбивание автоматов. А еще вышедшие из строя от времени светодиодные светильники. Они вроде горят, но ничего не освещают. От этого многие автомобилисты и пешеходы жалуются на плохое освещение даже центральных улиц. За три года они, конечно, уже потухли немного, светопропускаемость у них от светоотражения. Но в планах у нас есть, у нас прошли закупы по именно светильникам на центральной улице. Жизнь в холоде и потемках. Жители поселка Доскей возмущены частыми авариями на электросетях. С начала года произошло уже 55 отключений света. Что предпринимают коммунальные службы и Акимат в нашем следующем сюжете. Ветра идут, провода друг от друга бьются. Никаких рогаток, ничего подобного нет. Жители Доскея устали жить без благ цивилизации. Даже по официальным данным с начала года только плановых отключений электроэнергии было 55. Если мы возьмем 365 дней, то есть целый месяц мы практически живем без света. И это повторяется уже на протяжении двух лет. Сколько это будет продолжаться, они сами не могут сказать. А печка подключена насосу. Соответственно, насос без электричества работать не будет, а печка так тянуть не будет. И дома, соответственно, за целый день она успевает остывать, а пока аж нагреется. И, соответственно, это приходится ждать еще часа 3-4. А когда дома маленький ребенок, это очень сложно. Люди все добросовестно сейчас оплачивают. Практически нету таких грубых должников, как раньше. И получается, все это оплачивается, но модернизации никакой нет. А где эта модернизация вообще? Без света не работают и насосы, которые подают воду. Страдают не только жители в своих домах, но и школа, и детский сад. Директор последнего просит отключать электричество хотя бы с 11 утра, чтобы повара успевали приготовить детям обед. Вы отключаете свет с 9 до 5. Мы до 9 только успеваем приготовить завтрак. И мы детям сейчас даем. Мы хотим свет отключать, мы работаем. Садик работает. Просто детей принимаем. А некоторые родители говорят, а что на полдня приводить? Потому что утром завтрак даем, потом второй полдник даем. А это дети потом же кушать захотят же. Ладно, мы в обед можем спать. Родители могут и после обеда забрать, и вечером забрать. Просто ребенок будет голодный. Энергетики объясняют частые отключения ремонтными работами. Вот только жители доски уверяют, что эффекта от этих работ не видят уже последние два года. Мы ежегодно проводим ремонтные программы. Но есть такой фактор, что погодные условия из-за птиц зачастую отключаются. Все видели, какая осень была в этом году. Из-за птиц? Да, птицы на провода садятся, происходит замыкание. На трансформаторы садятся. Здесь парковая зона. Ремонтные работы, запланированные на этот год, в доске завершили, уверяет Анатолий Ким. Плановых отключений больше быть не должно. В следующем году разработают проект реконструкции трансформаторной подстанции. Но когда на эту реконструкцию выделят деньги, неизвестно. Меж тем, вчера вечером в поселке сгорел и трансформатор. Возгорание устраняли пожарные. Вышел из строя насос на водонапорной башне. Сегодня его меняли. Свет отключали еще и на всю ночь до 10 утра. Людмила Батюшкина, Миржан Жумамуратов, Данил Заславский, 5 канал. КАЗАХСТАНСКИ Эвакуировано из различных зон ЧАЭС порядка 380 тысяч человек. Сегодня в органах гражданской защиты трудятся высококлассные специалисты, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям. По случаю профессионального праздника торжественные мероприятия организовали в Доме дружбы. Там побывал Антон Александров. Сегодня в Доме дружбы награждали лучших спасателей области. Им вручили медали, грамоты, благодарственные письма и присвоили внеочередные звания. Много сил в последние годы вкладываются в совершенствование системы гражданской защиты. Это и законодательные изменения, и материально-технические. Так в общем по стране было построено более 30 пожарных депо и спасательных станций. Приобретено свыше полутора тысяч единиц различной спецтехники. Уверен, что вы и дальше будете с честью выполнять свой служебный долг, проявляя самоотверженность, мужество и героизм. Пусть ваш профессионализм, оперативность, решительность и в дальнейшем служат в защите и спасении населения при чрезвычайных ситуациях. Отдельно слова признательности выражаю нашим ветеранам, которые честным служением своему делу снискали уважение и сегодня передают свой богатый опыт молодому поколению спасателей. Наряду с огнеборцами награду удостоился и житель села Батыкшетского района Ельдосу-Дисхан, который в сентябре этого года спас тонущего человека. Ему вручили медаль. Благодарственного письма от министра по ЧС удостоился спасатель оперативно-спасательного отряда Ерланы Браев. И еще шесть человек отмечены благодарственными письмами Акима области. А вот заместитель начальника пожарной части номер 10 получил внеочередное звание майора. В будущем также у нас много целей поставлено. Это развитие личного состава в направлении подготовки, подготовки к чрезвычайным ситуациям, как природного, так и техногенного характера. Всех своих коллег, всех, кто работает в данной сфере, я поздравляю с данным праздником. Самое главное желаю это здоровья, всем нам здоровья. И мужественно, достойно отстоять свой долг перед Родиной. Ежегодно по стране в среднем регистрируются более 18 тысяч ЧС природного и техногенного характера. Из них 15 тысяч – это пожары. Сегодня в аварийно-спасательных службах области трудится порядка двух тысяч человек. Ежедневно они тушат пожары, оказывают медицинскую помощь, вызволяют людей с беды. А также находятся на боевом посту даже свой профессиональный праздник, который отмечается в Казахстане 19 октября. Антон Александров, Серик Тагаев, Николай Шевелев. Пятый канал. В Караганде почтили память погибших спасателей. С возложения цветов в мемориал у сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей начали церемонию, приуроченную празднованию 28-й годовщины со дня создания служб гражданской защиты Республики Казахстан. Подробнее в сюжете. Слава отважным. Эти слова начертаны на мемориале. Без прошлого нет будущего. Мы никогда не забудем сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей, отдавших свои жизни во имя спасения людей. Их подвиг бессмертен. Память о них всегда будет в наших сердцах, отметил начальник ДЧС. В церемонии возложения приняли участие родственники погибших при исполнении служебного долга, молодые сотрудники, пополнившие ряды спасателей и ветераны службы. 19 октября отмечается День спасателя. 28-я годовщина образования органов гражданской защиты нашей страны. Мы должны всегда помнить и прийти на помощь всем тем, кто в ней остро нуждается, и оправдать то доверие, которое доверяет нам, естественно, страна и граждане этой страны. Я хотел бы поблагодарить всех ветеранов, родных и близких погибших наших сотрудников за то, что вы сегодня нашли время прийти сюда, поучаствовать в этом мероприятии. На мероприятии наградили сотрудников с честью отслуживших ряд лет. Сегодня служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана – это мощная профессиональная структура в системе государственных органов республики, выполняющая задачи, предупреждения и борьбы с последствиями всевозможных чрезвычайных ситуаций. Поступить к принятию присяги? Есть. Молодые сотрудники, поступившие на службу в ДЧС, в этот день были удостоены чести принять присягу. Каждый из них отдает себе отчет, что встал на путь, требующий высокого профессионализма, прекрасного владения теоретической базой знаний и практических действий при каждом конкретном случае. Работа – это еще и опасно. Бигзат Сайлоубекулы тоже принял в этот день присягу. Его отец работает в органах гражданской защиты, и он решил идти по его стопам. Сегодня я принял присягу. Я очень этим горжусь, что вступил в ряды гражданской обороны, в ряды спасателей. Я с детства мечтал об этой профессии, и я горжусь этим. Порядка 60 тысяч жителей Каргандинской области сегодня отчислятся в должниках по налогу на имущество. Всем им органы государственных доходов направили соответствующие уведомления. Если в течение месяца долги погашены не будут, то принудительно взыскивать их начнут частные судебные исполнители. Тему продолжит Антон Александров. Уведомление почти на 98 миллионов тенге направили органы государственных доходов жителям Карагандинской области. Такую сумму граждане задолжали по налогу на имущество. Теперь же за каждый день просрочки начисляется пеня. Это 1,25 базовой ставки Национального банка. Департаментом государственных доходов 60 тысяч жителям Карагандинской области направлено уведомление о сумме налоговой задолженности более чем на 98 миллионов тенге. Напоминаем, 2 октября истек срок уплаты налога на имущество за 22-й год. В случае непогашения задолженности в течение 30 рабочих дней, при этом сумма задолженности оставляет 1 МРП, налоговый орган формирует налоговый приказ и направляет для исполнения в региональный палат частных судебных исполнителей. В случае непогашения налоговой задолженности органы государственных доходов издадут налоговый приказ, на основании которого частные судебные исполнители будут применять меры принудительного взымания. Далее судебные исполнители в соответствии с законом о исполнительном производстве принимают такие меры, как арест имущества, арест банковского счета, ограничение выезда за пределы РК. Кроме этого, за свои услуги частные судебные исполнители занимают от 3 до 25% в зависимости от суммы задолженности. Наличие задолженности можно проверить на сайте ФГД ГОВКИЗ, а также в мобильном приложении ЕСЛЛ-Хазамат. Напомним, что 2 октября истек срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год. Между тем, проверить наличие налоговой задолженности жители могут самостоятельно на сайте электронного правительства или в мобильном приложении ЕСЛЛ-Хазамат. Там же можно отслеживать появление уведомлений или перекидывать переплату с одного вида налога на другой. В минувшие выходные в Караганде стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Главное развернулось на парковке торгового дома Глобал Сити. В эту субботу карагандинцы смогут попасть на еще одну сельскохозяйственную ярмарку «Аул Береке-2023». Семь сельскохозяйственных районов представят свою продукцию. У горожан есть возможность приобрести свежую и качественную продукцию. По поручению Акима области будет организован бесплатный пассажирский транспорт. На всех автобусах будет надпись «Ярмарка». Спонсор выпуска новостей – Карагандинский ферросплавный завод «Уайдиди». Карагандинский ферросплавный завод Карагандинский ферросплавный завод «Уайдиди» Карагандинский ферросплавный завод «Уайдиди» Образцовая семья 11 семей из разных районов области приняли участие в конкурсе Ольга Леотбасе. Жюри оценивало семьи в большей степени по интеллектуальным заданиям, а к участию допускались те семьи, где есть дедушки и бабушки. Далее подробнее. В финале конкурса «Образцовая семья» участвовали 11 семей из Шетского, Нуринского, Бухаржираусского, Каркаролинского районов и городов Караганда, Шахтинск, Балхаш и Тимиртао. Организатором конкурса выступило Управление по развитию языков Карагандинской области. Главным требованием к участникам было присутствие дедушки или бабушки в составе команды. Этим конкурсом мы хотим показать преемственность поколений, то есть сегодняшних детей должны воспитывать не только родители, но и бабушки и дедушки. И наш конкурс не творческий, как многие думают, а в большей степени интеллектуальный. Мы выбираем не творческую семью, а образцовую. Финал состоял из трех туров. В первом защищался кейс или закон семьи, который показывал, почему именно эта семья заслуживает быть образцовой. Во втором были даны ситуационные задания. И в последнем семьи показали свои интеллектуальные способности, отвечали на вопросы, связанные с культурой, литературой, историей, традициями. В состав жюри вошли специалисты в области языка и литературы, культуры, истории, ученые и представителей интеллигенции. Конкурсы, пропагандирующие ценность семьи, необходимы. Семейная дисциплина, традиции играют важную роль в воспитании ребенка. Финалисты шли рядом, практически не уступая друг другу. Поэтому победителя было определить непросто. В результате победу одержала семья Женусовых из Караганды. Второе место разделили между собой семьи Даулетхан из Караганды и Токтамурат из Тимиртау. Третьими стали сразу три семьи – Кишуубаевы, Караганда, Аристанбековы, Шеский район, Нурахметовы, Караганда. Мы приехали из Сарани. В нашей семье четверо детей. И, конечно же, у нас есть бабушки и дедушки. Они являются главными. Детей мы стараемся развивать всесторонне, приобщаем их к искусству и спорту с малых лет. Учим традициям и прививаем важные ценности. Я сам преподаватель физкультуры и спорта Саранского колледжа. В прошлом году достоин премии «Коран» как молодой специалист года. Такие конкурсы необходимы. Песни для души. В Караганде состоялся концерт Татьяны Поверниковой, посвященный ее 50-летнему юбилею. Авторские произведения композитора оценила и наша съемочная группа. Известный карагандинский саксофонист Сергей Дегтярев открыл концерт, исполнив одно из произведений Татьяны Поверниковой. Музыка адресована родному человеку, наполнена искренностью и сердечной родительской любовью. Прослушивание вызвало у зрителей самые глубокие чувственные эмоции. Мама написала произведение для дочери. Для меня это очень важно, потому что много лет отработала в детском доме. И каждый раз, когда мы там бываем, мы проводим там концерт, мы видим эти глаза. И вот это произведение, я когда его слышала, у меня прослушивали со слезами. Организатором концерта стал Дворец культуры Горняков. Народным клубом композиторов при дворце сейчас руководит Татьяна Дмитриевна Поверникова. Она является автором многожанровой музыки, лауреатом областных республиканских международных конкурсов. Встреча с композитором, по словам гостей, была долгожданной. Ее мелодии – прикосновение к душе. Творчество композитора, неважно меня или еще кого-то, оно имеет огромное значение. Потому что композитор самовыражает свой мир. Композитор самовыражает именно то время, в котором он живет. Музыка Татьяны Поверниковой воспевает Сары Арку, родную землю. Ее творчество наполнено любовной лирикой. Особенно близка композитору детская тематика. Произведения, как и автор, цепляют каргандинцев своей открытостью, чистотой сердца. Мы посещаем клуб «Сеньоры» и занимаемся вокалом. Нашим руководителем является Татьяна Дмитриевна. Мы этим очень гордимся, потому что она очень известный человек. И в то же время она очень проста. И как бы заботится о нас тоже, как дочь о матерях. Мы ее очень любим, ценим ее. На этом у меня все. Увидимся завтра. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА